Здравствуйте! Меня зовут Ксения Семененко. В эфире новости телеканала Евразия. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях Орска, Гайенова, Троицка и всей Оренбургской области. В этом выпуске смотрите. Жительница дома 15 по улице Строителей жалуется на равнодушие управляющей компании. О том, насколько справедливы обвинения, разбираемся далее. Семьи бойцов, которые проходят службу по контракту в зоне специальной военной операции, получат выплаты из областного бюджета. Подробнее об этом расскажем через пару минут. В Орске прошла проверка готовности системы оповещения населения Оренбургской области. Подробнее смотрите в этом выпуске. В Орске в ДК нефтехимиков прошло честное одних из важных людей в жизни каждого человека – педагогов. О том, как это было, расскажут Анна Поначевая и Дамир Насыров. В Орске начали укладывать новый асфальт на первой полосе движения на Гагаринском путепроводе. Ранее дорожники сняли старый слой асфальта. Планировалось, что к укладке нового специалисты приступят 5 октября. Но, как мы видим, работы решили начать раньше. Важно напомнить, что это будет временное дорожное покрытие, которое немного облегчит жизнь Орским автомобилистам до начала капитального ремонта. А когда начнется долгожданное обновление моста – пока неизвестно. Отметим, работы на Гагаринском мосту начались после критики губернатора Оренбургской области в адрес Орских властей. После рабочего визита в Орск глава региона поручил немедленно приступить к укладке временного покрытия. Семь ярембуржцев, проходящих службу по контракту в зоне специальной военной операции, получат выплаты из областного бюджета. Единоразово 50 тысяч рублей на каждого контрактника плюс по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. На заседание областного правительства поручил Министерство финансов проработать механизмы такой поддержки и возможные источники финансирования. В ближайший месяц региональное правительство решит все организационные вопросы и начнет выплаты. В день гражданской обороны региональным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты была проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения области с практической подачей единого сигнала оповещения. Внимание всем! Сигнал длился три минуты. Услышав сигнал, необходимо было соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома, включить телевизионные приемники на любом из каналов. Готовность муниципальных и локальных систем оповещения оценивала межведомственная комиссия. По мнению компетентных членов комиссии, проверка системы оповещения прошла в штатном режиме. В связи с установлением холодной погоды 5 октября в Гайском городском округе начнутся пробные топки, а 6 октября стартует отопительный сезон. Соответствующие постановления подписал глава округа Олег Папунин. В Ворске должны отреставрировать усадьбу купца Владимира Максимовича Литвака. Фасад здания уже давно нуждается в проведении работ для сохранения целостности. Огромные трещины пошли по кирпичной кладке и штукатурке. Сейчас тут располагается муниципальная библиотека имени Шевченко. Городская усадьба купца Литвака, кстати, входит в список объектов культурного наследия. Районный суд города Орска удовлетворил наш иск на понуждение пользователя объекта культурного наследия. Городская усадьба купца Литвака, расположенного по адресу улицы Советская 80А, 80 города Орска, провести реставрационные работы на здании. Фасад памятника нуждается в работах по сохранению. Трещины на штукатурном слое, кирпичной кладке. Дел много. Первый замглавы администрации Новотройска Владимир Некрасов проверил ход выполнения работ в сквере на территории, где ранее находился кинотеатр «Экран». Сегодня провели рабочую встречу на общественной территории бывшего кинотеатра «Экран». С подрядчиками посмотрели сроки выполнения объемов, намечено ряд мероприятий, есть отставания по выполнению работ. Подрядчики постепенно усиливают, увеличивают количество персонала рабочего, но и думаем, что все-таки мы должны уложиться в графике и выполнить работы, как намечено в срок. Уполномоченные проверяющие органы часто посещают объект и находят там немало недочетов. Однако, главная проблема – отставание по срокам. Напомним, сдача объекта в эксплуатацию намечена на 1 ноября 2023 года. Первый замглавы администрации Новотроицка нашел еще несколько несоответствий проекту в работе подрядной организации. В частности, Владимир Геннадьевич обратил внимание на качество некоторых досок в деревянной обшивке на отдельных участках покрытия, где планируется установить лавочки. Есть еще одна незадача – что-то не так со скейт-площадкой. На самом деле, есть отклонения от проекта, поэтому контрольно запросили у подрядчика договор на поставку этой площадки. Будем разбираться. Согласно проекту, пустырь разбит на зоны по интересам – парадную, событийную, детскую, молодежную и зону отдыха. В сквере будет находиться сухой фонтан, сцена и амфитеатр, детская площадка, качели, места для настольных игр, уличных выставок и книгообмена, а также скейт-площадка. Когда пожарным удается отбить от огня чье-то имущество и жилье, и тем более спасти человеческую жизнь, всему обязательно отмечаем мужество и стойкость сотрудников МЧС. Но мало кто задумывался, что в слаженной и оперативной работе пожарных расчетов центральное место занимает дежурный диспетчер. Именно к этому сотруднику приходит первая информация о происшествиях. От качества отработки принятых вызовов и подготовленности диспетчера к стрессовым ситуациям зависит ход событий. Чаще всего принимают звонки от населения, ведут текущую документацию и остаются на связи с пожарными до полной ликвидации возгорания хрупкие женщины. Яркой представительницей важнейшей профессии является Галина Гордеева, диспетчер 28-й пожарно-спасательной части. За ее плечами 20 лет непрерывной работы в системе МЧС. Сначала было как-то непривычно все. Нужно было все быстро реагировать, все вот это вот быстро надо было. Но потом в процессе работы все нормально, все получалось, все складывалось. Конечно, за эти 20 лет много что изменилось, много что поменялось, усложнилась наша работа. Я пришла, у нас ни одного компьютера не было. Было 4 журнала всего, которые мы заполняли. Сейчас у нас, сами посмотрите, сколько техники. 112 подключилось. Потом, наверное, я пришла, через год, наверное, началось вот это вот единая дежурно-диспетчерская служба, документы к нам пришли. Мы немножко стали вот в это вот во все вникать. Галина Юрьевна рассказывает, что свою работу она очень любит и осознает всю важность и ответственность выполняемых ей функций. Тем не менее, в коллективе сотрудников пожарной части нет и намека на тщеславие. Как-то это моя работа, я ее выполняю. А то, что мы там людей спасаем, тушим, ну как бы это наша работа и все. Мы этим не кичимся. Относиться ко всему хладнокровно и не проживать эмоции с терпящими бедствия людьми наша героиня так и не научилась. Каждый серьезный пожар, случившийся в смену, надолго врезается в память. К СНТ «Горняк-2», загорелся садовый домик, рядом стояла машина, джип. Все это начало гореть и полыхать очень быстро. Все силы туда направило, какие нужны, согласно расписанию выезда. Звонки, телефоны все разрывались, вплоть до сотового. Вот тогда мне было очень тяжело и трудно. И 112 карточки приходили на один и тот же объект, приходило очень много карточек. Вот. У вас есть правила наши? Я же человек. Поэтому, ну, как бы, ну, всегда за все переживаешь. Вот. Ну, сейчас заплачу. Вот. Бывает тяжеловато. 4 октября, в День гражданской обороны Российской Федерации, Галина Гордеева поздравляет своих коллег, представителей всех служб и ведомств, причастных к празднику. Стабильности в работе. Чтоб смены легко проходили. Чтоб не было таких очень сильных, серьезных, чрезвычайных ситуаций. Ну, чтоб работали в привычном режиме. Чтоб не было такого вот из ряда вон выходящего. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Преобразите вашу гостиную или кухню с помощью изящных предметов декора от салона цветов «Артбукет». Орск. Улица Воснецова, 21. Требуется заместитель директора по коммерции, менеджер по продажам, обработчики птицы, грузчики, водители автобуса. 8-909-602-05-20. Накануне в ГАИ случился пожар в частном доме по улице Промышленной. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Орский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запрета эксплуатации в экватории Реклинского водохранилища катера «Галеон», а также вынес постановление возбудить уголовное дело. В Орской транспортной прокуратуре проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасном движении эксплуатации водного транспорта. Прямо сейчас мы простыми словами объясним. И наглядно покажем, что же все-таки не так с тем самым катером. Но для начала – предыстория. С июля по августу жителей и гостей Оренбужья была возможность роскошно провести досуг. С ветерком прокатиться по Реклинскому водохранилищу на катере. 2000 рублей с человека. Столько просили предприниматели за водную прогулку. Развлечение быстро стало популярным. Среди желающих приятно провести время. С собой можно пригласить хоть всех друзей. Главное – заплатить за каждого. Это при условии, что судно предназначено лишь для 12 персон. И это первое нарушение, которое выявила прокуратура. На катере часто находились компании по 15-20 человек. Движемся дальше. Само судно едва ли может показаться презентабельным. Из видимых недочетов – старая обшивка, выпавшая магнитола и облезлые спасательные круги. Кроме этого, при осмотре катера инспектор ГИМС МЧС выявил и более значимые нарушения. Отсутствие кормового огня и неисправность топового огня. Это специальные осветительные устройства, предназначенные для навигации водного транспорта в темное время суток. О пожарной безопасности бизнесмены тоже не позаботились. Как же уполномоченные органы допустили к эксплуатации такое судно? Все просто, а на бумагах его просто не существует. Все дело в том, что предприниматели купили катер и не поставили его на учет. Даже номер остался от прошлого владельца, но и тот оказался недействительным. Вот так местные предприниматели хотели подзаработать на сдаче в аренду катера, а заработали себе уголовное дело. Дарья Шишова, Игорь Платонов, Служба информации, ТРК «Евразия». В редакцию Орск.ру обратилась жительница дома номер 15 по улице Строителей с жалобой на работу специалистов управляющей компанией «Ленинский ЖКС-6». По мнению Орчанки, они не своевременно и ненадлежащим образом отремонтировали канализационную трубу. Я обратилась по причине бездействия ЛЖКС-6. То есть они не предоставляют услуги надлежащего качества. Они отказывались прочищать канализацию. Причем канализацию не в квартире, а именно общедомового пользования. Как рассказывает Светлана Фролова, еще летом у нее появилась проблема с коммуникациями. Вода стала плохо уходить. Женщина обратилась в управляющую компанию, но там проблему, по ее словам, проигнорировали. Вопрос встал остро, когда осенью в ванне Орчанки образовалось болото. Светлана вновь позвонила в обслуживающую организацию. Но к ее несчастью коммунальная авария пришлась на выходные. И оказывать платную услугу в нерабочее время специалисты «Ленинского ЖКС-6» отказались. В будний день рабочие все-таки приехали чинить канализацию, но, по словам Орчанки, в нетрезвом виде. И решили проблему не до конца. Женщине пришлось прибегнуть к помощи стороннего сантехника. Канализацию они так и не прочистили. Пришлось мне обратиться уже к постороннему человеку, который никакого отношения не имеет к управляющей компании, так как у управляющей компании на тот момент отсутствовали трезвые слесаря. Частный специалист решил проблему в квартире. Однако от управляющей компании «Ленинской ЖКС-6» требовалось провести работы в колодце. Справедливости ради специалисты организации выполнили свои обязательства. Но у Светланы Фроловой остался неприятный осадок на душе и большой беспорядок в санузле, который Орчанка вынуждена исправлять своими силами и средствами. Мы узнали у второй заинтересованной стороны истории «Ленинского ЖКС-6» – их версию произошедшего. Представители управляющей компании поспешили сообщить, что все работы уже выполнены, и добавили, что тоже имеют вопросы к своей клиентке. Она, как утверждает руководитель организации, устроила дебош в стенах организации. Но сколько правды в этом заявлении, знают лишь Светлана Фролова и очевидцы. Если такие, конечно, имеются. Но вернемся к главной проблеме, а точнее уже к ее последствиям, которые обнаружила съемочная группа на месте. Во дворе валяются обломки старых коммуникаций. На вопрос корреспондента, кто оставил этот мусор, Орчанка ответила, что часть выбросили специалисты управляющей компании, а часть – ее сантехник. Выводы делайте сами. Дарья Шишова, Игорь Платонов, служба информации, ТРК «Евразия». В Орске, а во дворце культуры нефтехимиков, в преддверии дня учителя чествовали и награждали педагогов культурно-образовательных учреждений. Мероприятие открыл заместитель главы Орска Артем Воробьев, который вручил Юлии Фроловой, руководителю Дворца культуры, медаль за заслуги перед городом Орском второй степени. Дорогие друзья, прежде чем вручить эту награду, я хочу сказать, что Юлия Леонидовна Фролова не только для жителей города Орска, я думаю, для всех, кто бывал в нашем городе, кто бывал на мероприятиях, кто видел выступления наших коллективов за пределами города. Вот Юлия Леонидовна – это олицетворение культуры нашего города. Поэтому прошу еще раз аплодисменты. Это высокая награда, мне очень приятно, что мои такие скромные заслуги, потому что есть люди, которые, наверное, больше какой-то вклад внесли, то есть я как бы оцениваю скромные свои заслуги. Ну, спасибо, что меня оценили и вручили вот такую высокую награду в честь моего юбилея. Мне очень приятно, на самом деле. Педагоги школ искусств прививают нам любовь к прекрасному, к творчеству, учат видеть красоту в простых вещах. Хороший учитель – это всегда мудрый учитель, это всегда знающий учитель, это всегда большой профессионал своего дела. Многие из присутствующих, например, Елена Якунина, пошли по стопам родителей. Мои родители были учителя, ну, в принципе, как бы, слава богу, мама еще здравствует, вот, преподаватели музыки и папа, и мама, поэтому моя стезя как бы была предрешена заранее. Вот, что для меня быть учителем, ну, это, наверное, мое призвание, мое кредо и моя профессия. Учитель, как бы банально это ни звучало, это не просто профессия, это призвание. Вот, если в человеке природа заложила, что человек имеет право и может научить, тогда это складывается по жизни. Бывает человек образованный, имеет много образований, ну, то есть, учится, учится, бесконечные какие-то образования, ну, много-много. Вот, и, но все равно он не может научить. Ему кажется, что он может, но в итоге он не приводит к тому результату, который должен быть. Дорогие учителя, с праздником вас! Талантливых и способных учеников! Вдохновение и благодарность от воспитанников. Анна Поначевая, Дамир Насыров, служба информации ТРК «Евразия». Филармония Оренбурга прошла 25-я церемония вручений премий правительства Оренбургской области «Преподаватели года в сфере культуры и искусства-2023». Сотни педагогов и студентов творческих учреждений собрались в одном зале, чтобы чествовать лучших в своем деле. В числе зрителей было около 200 преподавателей-победителей прошлых лет. В этом году на премию претендовали 55 человек, из которых 34 оренбуржца признаны победителем в пяти номинациях. Лучший педагогический работник Государственной профессиональной образовательной организации и Государственной образовательной организации высшего образования. Лучший педагогический работник Государственной и муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых. Лучший молодой педагогический работник Государственной и муниципальной организации дополнительного образования детей и взрослых. Государственной профессиональной образовательной организации и Государственной образовательной организации высшего образования, добившейся значительных успехов в педагогической деятельности. Отдельно за верность профессии награды вручили Наталье Зориной из детской школы искусств поселка Каравана Оренбургского района, Веронике Полежаевой, Орский колледж искусств, Светлане Романовой, детская школа искусств Бузулук, Константина Хальзову, Оренбургский государственный институт искусств имени Ростроповичей. Заслуженные премии оренбушцы получили из рук губернатора Дениса Паслера. Он отметил, что в наше непростое время преподаватели в сфере искусств остаются хранителями и проводниками в мир богатого духовного наследия России и региона. Орские ученики из школы номер 27 представили Оренбургскую область на всероссийских соревнованиях президентские состязания. Ребята показали достойный результат. Заняли четвертое место среди 86 регионов России. Прежде чем выступать на всероссийских соревнованиях, мы прошли отбор. Сначала выступили на городских соревнованиях, потом на региональных. И когда победили региональный этап, завоевали право представлять нашу область на всероссийских соревнованиях. Как рассказывают шестиклассники, все лето они упорно готовились к главному спортивному мероприятию. Не пропускали тренировки и с нетерпением ждали 7 сентября, чтобы попасть в лагерь Орленок на побережье Черного моря. Пока дети оттачивали свои навыки, взрослые тоже готовились к поездке. Для участия необходимо было приобрести форму. Часть затрат взял на себя Орский нефтепрерабатывающий завод. И вот в красивых красно-белых спортивных костюмах ребята вышли на главную сцену детского центра Орленок. Кстати, в лагере ребята провели целую смену. У нас был лагерь штормовой, у нас был он в виде корабля, наверху была верхняя палуба, там мы каждый день поднимали флаги. Каждый день у нас были зарядки, линейки, всякие мероприятия, очень запомнились. Как мы и называли все то, что комната – это кубрик, столовая – это камбус. Вожатые были хорошие и море понравилось. Орский нефтеперерабатывающий завод исполнил мечту из самых маленьких жителей города. При финансовой поддержке предприятия и благотворительного фонда «Сафмар» для воспитанников детского сада номер 121. Приобретено развивающее оборудование «Экологический парк Познавариум» на сумму 690 тысяч рублей. Сейчас очень актуально формирование экологического сознания. Всем известно, что именно сознание закладывается, его база именно в дошкольном возрасте. Поэтому, конечно же, для того, чтобы потом не менять сознание, необходимо работать над его началом уже с дошкольного возраста. Это самый актуальный возраст в развитии ребенка именно в этот период, детей, формируются все основные базисные качества личности. Поэтому это важно, безусловно. Центральная часть экопарка представляет собой метеорологическую площадку, где маленькие жители города смогут наблюдать за погодными явлениями, измерять количество осадков, узнавать направление и силу ветра и даже время по солнцу. Кроме того, ребятам доступны своеобразные экологические станции – пчеловодство, растеневодство, орнитологии. На каждой из них установлены яркие пластиковые домики с тематическим оборудованием. Здесь, на медиастанции, мы можем узнать время года. Кроме такой современной интерактивной площадки, в садике продолжает действовать долгосрочный проект Федерации дзюдо России – дошкольное дзюдо, который предусматривает общую физическую подготовку с элементами дзюдо для детей от 3 до 6 лет. Занятия с профессиональным тренером воспитанников детского сада номер 121 стали возможными, опять же, благодаря финансовой поддержке предприятия. В 2019 году город Ясный получил статус территории, опережающего социально-экономического развития. А спустя три года – самый высокий балл по качеству городской среды в Оренбургской области. При расчете учитывается уровень безработицы, зарплаты и инвестиции, а также благоустройство и оснащение социальных объектов. На сегодняшний день город занимает второе место в рейтинге региона. В Ясном реализуют 11 региональных проектов, которые входят в состав четырех нацпроектов. Как город выглядит сейчас и насколько он преобразился. Итак, начнем с одной из наиболее важных сфер городской жизни – образования. В Ясном работают две школы – СОЖ номер 2 и СОЖ номер 3. В них обучается порядка двух с половиной тысяч ребят. Как рассказывает глава Ясненского городского округа Татьяна Силантьева, тот факт, что город находится далеко от Оренбурга, не должен влиять на качество получаемого образования и знаний. Среди выпускников есть и медалисты, и стобальники. Корпус для начальной школы мы отремонтировали два с половиной года назад. Мы вот уже три года обучаемся здесь. И корпус для старшей школы мы потом с вами тоже посмотрим. Мы его сейчас уже завершаем, капитальный ремонт. Мы в течение двух лет, 22-23 годов, мы проводили полный капитальный ремонт. Вот сейчас уже там на завершающем этапе. И планируем, что в ноябре детки пойдут уже учиться в свою школу. Ремонт первого корпуса школы номер 3 обошелся в 143 миллиона рублей. А вот начальная школа полностью преобразилась после капремонта. Теперь здесь полностью обновленные классы, мебель и средства для обучения. Столовая, спортзал и новая спортивная площадка с полем для мини-футбола. Обучают ребят опытные педагоги с большим стажем, а также молодые специалисты. Есть и педагоги, которые работают по региональной программе «Земский учитель». Как отмечает Татьяна Силантьева, есть проблема с кадрами. В местных школах работают в том числе студенты, которые обучаются на заочке. Чтобы привлечь специалистов директора школ, делают персональные надбавки. Руководство школы города постоянно ищет новых сотрудников. В городе также преобразились и другие объекты. Например, спортивная школа «Азбест». В 2020 году провели капитальный ремонт всей спортивной школы, включая кровлю. Это был первый капремонт за все время существования спортшколы. Здесь полностью обновили спортивный зал, заменили напольное покрытие и спортивное оборудование. В «Азбесте» занимается 350 детей. Они посещают волейбольную и футбольную секции. После капремонта ребят, желающих заняться спортом, стало существенно больше. Кстати, фасад здания украшает рисунок, созданный на фестивале граффити, который проводили в городе. Кроме того, юные ясненцы занимаются и в Центре молодежного инновационного творчества. Ребята работают на токарных станках и станках с ЧПУ. Они изготавливают на заказ различную сувенирную продукцию. Дети занимаются на курсах, изучая 3D-моделирование и печать, микроэлектронику, а также робототехнику. Этажом выше расположилась модельная библиотека, отремонтированная по нацпроекту «Культура». На выделенные средства было закуплено инновационное оборудование и мебель, а также был обновлен книжный фонд. Не будем отходить далеко от темы образования. Ясненский техникум стал одним из трех в Оренбурге, который получил грант в размере 100 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Фасад и интерьер горно-технологического техникума полностью преобразились. В учреждении появились кабинеты и мастерские с новейшим оборудованием. Многие студенты начинают работать на предприятиях с 18 лет. Директор ГТТ Андрей Якимов уверен, что такая практика идет только на пользу. Ребята, которые у нас уже состарились, им исполнилось 18 лет, очень активно уходят и работают на предприятии. То есть у меня здесь обыкновенно сильно заняты ребята первый и второй курс. Третий курс, 18 лет исполнилось, ребенок показал себя с положительной стороны, он уходит работать на предприятие, мы для него выстраиваем индивидуальный учебный график. Это тяжелее, но когда он возвращается сюда, он задает правильные вопросы преподавателям, он задает их уже с практической стороны. Они получают хорошие зарплаты, порой зарплаты выше, чем их родители получают. И да, в результате чего у меня в техникуме сейчас образовался прям реальный хороший конкурс, то есть на специальность технология машиностроения у меня не попало ни одного ребенка, у которого хоть одна троечка в аттестате. Там только 4 и 5 и аттестаты прям такие весомые-весомые. За них реально бились. Такая система обучения рассчитана на то, что учебное заведение подготовит современные кадры для градообразующего предприятия АО «Оренбургские минералы» и резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Ясный», а также для многих других промышленных предприятий Оренбургской области. В 2022 году в Ясном появился первый городской парк. На территории создали прогулочную зону с двумя детскими площадками и зонами отдыха. Ясный – один из четырех городов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как рассказывает Татьяна Силантьева, изюминкой парка стали 60 тысяч тюльпанов, которые высадили осенью 2022 года. В 2021 году мы подали дизайн-концепцию благоустройства этой общественной территории в Министерство строительства Российской Федерации на конкурсный отбор и успешно прошли одни из немногих этот конкурсный отбор. Нам был выделен грант в сумме 50 миллионов рублей, это федеральный грант. К нему были добавлены средства регионального бюджета, средства местного бюджета, спонсорские средства. И вот общая стоимость реализации проекта на территории почти 3 гектара 106 миллионов. В рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды идет и благоустройство сквера Славы. В ходе реконструкции обновили мемориал павшим воинам и обустроили прилегающую к нему территорию. В сквере появились детские игровые комплексы, скейт-площадка, велодорожка, воркаут-площадка, зона отдыха, место для фотосессий, арт-объект, скамейка ясной и малые архитектурные формы. Также была установлена система видеонаблюдения. Огромный вклад в развитие социальных объектов вносит и местное предприятие. Так в 2019 году открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена» площадью 1400 квадратных метров. Его построили на средства АУ «Оренбургские минералы». Комплекс объединяет в себе универсальную спортивную площадку и теннисный корт. С коммуналкой в Ясном тоже нет проблем. В рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения в городе была построена новая блочно-модульная котельная мощностью 74 мегаватт. Старая котельная, построенная в 1974 году, была в аварийном состоянии и износ оборудования составлял почти 90%. Строительство нового объекта обошлось в 646 миллионов рублей. Это очень огромная цифра для любого предприятия, для любого бюджета, даже для такого, как областной. Но есть такой фонд содействия реформирования ЖКХ, федеральный фонд, который финансирует как раз-таки проекты государства частного партнерства. И вот эта котельная – это продукт как раз-таки этой программы. При поддержке непосредственно нашего губернатора Дениса Владимировича Паслера, Министерства профильного нашего родного строительства и ЖКХ, администрации муниципального образования, городообразующего предприятия, наш скромный коллектив. Вместе мы командой приступили к оформлению концессионного соглашения и вступлению вот в этот далекий, долгий путь, который мы прошли в течение практически года от формирования заявки до доклада на коллегии фонда содействия реформирования ЖКХ в Москве. И нам одобрили этот проект. Также был реализован и другой проект. Почти 9-километровый участок водовода Кумакское водохранилище, город Ясный. Привели в порядок за счет участия в федеральном проекте «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». Может показаться, что в Ясном совсем нет проблем, однако это не так. Город очень сильно нуждается в квалифицированных кадрах. На работу приглашают в том числе граждан из других регионов и территорий. Многие федеральные и региональные проекты в Ясном были реализованы при поддержке градообразующего предприятия АО «Оренбургские минералы». Также благодаря ТАСЭР в городе появилось множество рабочих мест и растет объем инвестиций резидентов. В настоящее время среди них числятся 12 предприятий, продукция которых пользуется спросом по всей стране и за рубежом. Позже мы более подробно расскажем о каждом из них. Орские любители квестов и загадок по всему городу искали подарки. Радиохит «Смотри радио» вместе с Орск.ру подготовили увлекательную квестманию. По всему городу отметили 10 точек, на которых спрятали 10 ключей к подаркам. Каждые 30 минут ведущий объявлял примерное месторасположение и район, в который стоит направиться. А уже на Орск.ру появлялись точные координаты. Первая точка на сегодня, слушай внимательно, это остановка «Шевченко». Бери скорее свой гаджет, переходи на сайт Орск.ру и ищи там точные координаты. Подарок тебя уже ждет. Но это еще не все. Обязательным условием был звонок на радиохит «Смотри радио». Участник в прямом эфире называл специальное кодовое слово. Звонившие также делились впечатлениями от квеста и передавали приветы родным и близким. После этого получали заслуженный приз – подарки от партнеров и автонаклейку от радиохит. Давайте поделимся, что же, какие эмоции испытали и кому приветы в честь такого замечательного, скажем так, розыгрыша, праздника, я бы даже это назвала. Эмоции, как всегда, на высоте, потому что мы любим в таких квестах участвовать. Вот мы с дочкой быстренько прибежали со школы, ее встретила, и тут как раз вышла игра, и мы побежали искать. Даю привет всем родным и близким, кто любит участвовать в квестах. По итогам квестмании 10 счастливчиков получили незабываемые эмоции и крутые подарки. Партнеры мероприятия – салон цифровой печати «Пиксель». Напечатаем, отсканируем, разработаем дизайн, наклеим. Салон цветов и декора «Артбукет». Это не просто цветочный магазин, это душевные букеты и композиции на любой вкус и бюджет. Сеть кафе, столовых, быстрая кухня. Во втором матче выездной серии Южный Урал сыграл против Рязани ВДВ. Первый период прошел в равной борьбе, но небольшое преимущество осталось за арчанами, которые выглядели чуть свежее соперника и забросили одну шайбу перед перерывом. Автором гола стал Максим Кузнецов. 0-1. Во втором отрезке хозяева встрепенулись и быстро сравняли счет, но также быстро упустили преимущество и пропустили еще одну шайбу. На этот раз голкипера Рязани Сергея Шерстнева огорчил Денис Ванин, ассистировал ему Максим Кузнецов, набравший уже два очка в этом матче. Несмотря на массу моментов, хороший прессинг хозяевам так и не удалось сравнять счет перед вторым перерывом. Не получилось это сделать и в третьем. Рязанцы обрушили всю мощь атак на ворота Ильи Румянцева, но тот остался непробиваем. Хозяевам не помогла игра в большинстве и даже то, что в концовке встреч главный тренер Рязани Артем Сидунов заменил вратаряны шестого полевого игрока. Арчане грамотно сыграли в обороне и победили со счетом 1-2, прервав серию из трех поражений подряд.